Раннее утро – город Кале, север Франции. В палаточном лагере беженцы только-только просыпаются. В зимнее и ветреное утро идут умываться холодной водой. После дождя – огромные лужи между палатками беженцев, слякоть и сырость. Иджатулла – беженец из Афганистана, один из тех, кто хочет получить статус беженца в Великобритании. «Я уже полмесяца как нахожусь здесь. Очень холодно, очень плохая ситуация. Людям трудно, но они надеются, как можно быстрее перебраться в Англию. Даже чтобы умыться, нет горячей воды. Из-за холода грязно. Многие, кто живет здесь, заболели кожными инфекциями. Но беженцы все равно приезжают сюда, и все хотят в Англию. Я хочу им сказать, пожалуйста, не приезжайте. Ситуация тут не такая, как вы думаете». В 35 километрах от Великобритании проживает более 6 тысяч беженцев из Афганистана, Ирака, стран Африки. Их единственное желание – попасть на территорию Англии, даже рискуя своей жизнью. От заветной мечты отделяет лишь Евротуннель. За последние несколько месяцев десятки беженцев погибли, пытаясь переплыть пролив Ла-Манш. Палаточный лагерь беженцев местные жители и журналисты давно окрестили джунглями. Да и сами беженцы свое маленькое государство называют именно так. Джунгли имеют свою карту. На каждом участке проживают группы одной национальности. В палаточном лагере есть церковь, где проходят церковные службы, информационный центр, многопродуктовых палаток и афганских кафе. Большинство беженцев не хотят, чтобы их лица снимали на камеры. На вопрос «почему?» не отвечают. Большая часть ожидающих перебираться в Великобританию – мужчины. Абдул Гани бежал из Афганистана через Иран. Он рассказывает, что в палаточном лагере украли из его палатки продукты питания. Многие французы добровольцами помогают беженцам в питания, одеждой. «Как жителю Кале мне грустно. Лично мне беженцы ничего не сделали. Иногда читаю в газете, что они что-то украли в магазине. Но, с другой стороны, никто не имеет права говорить им, чтобы они покинули страну. У них на родине война, нищета. Надо им помогать. Те, у кого власть, должны что-то делать. Так как сейчас они живут, это ненормально. И нам тяжело видеть их в этой ситуации». Буквально в нескольких метрах от палаточного лагеря беженцев правительство Франции достраивает контейнерный лагерь. В контейнерном лагере будет возможность подать на статус беженца и легализоваться во Франции. Но беженцы не спешат переселиться в лучшие условия. Они хотят уехать в Великобританию. В 150 контейнерах могут проживать лишь полторы тысячи беженцев. А по словам самих беженцев, к шести тысячам жителей палаточного лагеря всё ещё прибывают те, кто в надежде перейти Ла-Манш и оказаться в желанной Англии.